Двое нападавших на пост ДПС в Подмосковье. Возвращаемся к этой теме на Щелковском шоссе, напомню, напали на полицейских. Так вот, нападавшие ликвидированы. У поста ДПС, где произошло нападение, работает наш корреспондент Сергей Осин. Он сейчас может по телефону выйти на связь с лайфом. Сережа, здравствуй. Рассказывай, что ты видишь сейчас на месте, что там происходит? Привет, ребята. Мы добрались до поста ДПС в небольшой пробке. Сейчас на посту проходят следственные действия. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и проверяют, может быть, какие-то остались следы после нападения. Работают криминалисты. Здесь очень много полиции. Полиция, к сожалению, нам запрещает вести видеосъемку на основании того, что здесь проходят следственные действия. И это может как-то повлиять на ход расследования. То, что мы видим прямо сейчас, это оцепленный полст ДПС. Около пяти машин, явно причастных к расследованию. Очень много полиции. Труп, я так предполагаю, что это труп нападавшего. Он лежит сейчас на земле. Вокруг него работают специалисты, криминалисты. И какие-то еще люди в штатском, видимо, сотрудники силовых ведомств тоже здесь подтянулись. Под полицией здесь очень много места оцеплено, как я уже говорил. Да-да, Сереж. Сереж, расскажи. Пропал связь. Продолжай. Расскажи, какие-то официальные комментарии вообще можно получить на месте? Узнать, что произошло? Кто ранен? Кого уликвидировали? Вы знаете, наверное, сейчас это затруднительно будет, потому что даже банальную видеосъемку нам запрещают вести, запрещают снимать то, что здесь происходит в данный момент. К нам подошло несколько сотрудников полиции. Предлагают нас всех заставить в отделение для удостоверения наших личностей. Ну, видимо, каким-то образом опасаются, что мы можем помешать следственным действиям. Хотя, естественно, это не так. Сереж, мы сейчас получаем картинку с места событий. Видно, что там продолжают ездить машины. Расскажи, движение не останавливают? Нет, движение не остановлено. Движение... Вот нас уже сотрудники. Сотрудники, товарищ полковник, нас выгоняют отсюда. Нет, движение не прекращено. Движение идет по двум полосам в обе стороны, потому что пост, он находится немножко в стороне от дороги, метров в десяти от дороги на обочине. И все следственные действия происходят на этой обочине. Сереж, Сереж, оставайся пока на линии, будь с нами, повиси. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с Олегом Сидякиным, моим коллегой тоже. Он сейчас может показать, что происходит на месте событий. Олег, здравствуй, мы уже видим тебя в эфире. Покажи нам, пожалуйста, это место, о котором только что рассказывал Сергей. Приветствую тебя, Ольга. Ты видишь, что сейчас место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Выставлены сотрудники где-то порядка в тридцати метрах от самого поста ДПС. Действительно, здесь запрещают сейчас производить видеосъемку. Правда, не объясняют, по какой причине ссылаются на то, что проходят следственные действия. Но вот, если можете видеть, мы от линии ограничения находимся очень далеко и никак следственным действиям мы не мешаем. Вот по имеющейся информации, во время нападения на пост ДПС пострадали два сотрудника полиции. И один из них находится в очень тяжелом состоянии. Они доставлены сейчас в больницу и за жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Ну, а здесь на месте был один из нападавших нейтрализованных. Второй успел убежать в лес, но его по горячим следам тоже пытались задержать. Он оказал сопротивление и тоже был нейтрализован при задержании. Сейчас все это, хочу уточнить, только предварительные данные. Пока никакого официального подтверждения у следственных органов нет. С журналистами правоохранители отказываются общаться на отрез. Но вот нам кое-как удалось уговорить, чтобы нашу камеру оставили здесь, на этой точке. И мы могли видеть все, что происходит. Но здесь очень много сотрудников следственного комитета, многие в гражданском. Естественно, туда именно вход нам пока запрещен. Но также известно, что двое нападавших были вооружены. Один из них топором, другой огнестрельным оружием. Пока это вся информация, но мы продолжаем следить за развитием событий. Ольга? Да, Олег, спасибо. Один уточняющий вопрос. Вот Сергей Осин, наш коллега, рассказывал, что там даже видно, труп остался еще на месте оцепления с той точки, где вы работаете. Что видно именно, что находится сейчас на месте, где и произошло нападение? Ну вот я бы не сказал, что отсюда видно само тело погибшего, нападавшего. Но сейчас можно сказать, что вот с этой точки хорошо видно, что разбито окно, которое находится вот непосредственно к дороге. Но вот тело, тело не вижу. Ну, возможно, все-таки Сергею удалось пройти чуть дальше. Здесь нас, видите, выставили отцепление, и сотрудник прям вот наблюдая, чтобы мы никуда не сошли с этого места, никак не подошли ближе. Ольга? Да, Олег, спасибо тебе за эти подробности. Вернемся к тебе скоро. Даем возможность поработать, конечно, на месте. Это был мой коллега Олег Сидякин. Он сейчас работает на Щелковском шоссе. Там неизвестные напали на полицейских. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok